Девушки отдыхают Ясно, на небе не облачко А как у вас? Все под контролем, погода отличная Все спокойно Полчаса в воде каждый день помогает поддерживать себя в форме Это так бодрит Да, согласен Очень хорошо Скорее, пошли Сюда, быстро Вытащите их Уходим Скорее Скорее Быстро, пошли Что происходит? Разойдитесь, лечь на землю Пошли Их знаешь? Первый раз вижу Простите, мы знакомы? У нас личный разговор, если не возражаете Почему бы вам не пересесть? Быстро Машину его Я сказал быстро Я здесь главный Не думаю Еще чего Кто-нибудь из класса может отличить телохранителей от наемных убийц? Потому что мне это не под силу Если бы это не было учебным заданием, я бы тотчас подал в отставку Поглядите В какой же этой инструкции говорится, что нужно прикладывать оружие к виску охраняемого вами человека? Вы телохранители или похитители? Надо же головой думать Чанг Может скажешь нам всем, что ты думаешь об этом? Сэр На одном из занятий вы говорили Что при определенных обстоятельствах телохранитель должен быть готовым умереть, чтобы сохранить жизнь клиенту Я это осознал Я был готов умереть Работа телохранителя это нечто большее, чем просто быстрота реакции и готовность умереть В результате твоя решительность спасла жизнь клиента, но ты не завоевал его доверие Этому тебе еще только предстоит научиться Спасибо, сэр Так как же задание? Я поеду вместе со всеми? Я думаю, для тебя место найдется Но у меня есть для тебя одно задание, небольшое В Гонконге В Гонконге? Да А какое? Это Джеймс Шонг Председатель совета директоров группы Тайфан Корпорации, которые приносят нам миллионы в твердой валюте Ты будешь телохранителем его девушки Вечером 27 мая в яхт-клубе, залив голубых волн, был задушен мужчина Жертвой стал пожилой бухгалтер Лукин Чу Подозреваемый, известный бизнесмен Чу Куат Ма, глава компании Ли Ян Ма Полиция считает, что убийство связано с делом, которое ведет комитет по борьбе с коррупцией Оно касается 100 миллионного оборота наркотиков и отмывания денег 24-летняя Мишель Ян проезжала мимо и стала свидетельницей убийства Было еще два свидетеля 28-летний матрос Чан Тай Кунг и охранник Чу Танг Минь, 51 год Через два дня Чан Тай Кунг погиб в результате странной аварии в лифте Тем же вечером Чу Тунг Минь подорвался на бомбе, подложенной неизвестными 1 июня Мишель Ян, перед тем, как принять ванну, обнаружила, что та подсоединена к источнику тока Она избежала смерти и теперь остается единственным живым свидетелем убийства бухгалтера Садитесь, пожалуйста Мисс Ян, это сержант Лао, он ведет расследование Неплохо Кен, иди-ка сюда Что случилось? Я хочу отказаться от Старки Поверь мне, это номер два, он победит Ни за что Фаворит номер четыре Да перестань, поверь мне Почему я должен тебе верить? Мисс Ян, ваш чай Я его сам приготовил Благодарю вас Многие такие красивые, как вы, девушки, побоялись бы давать показания А это здесь при чем? Я просто свидетель Ну что ж, ладно Мисс Ян, знакомлю вам кто-либо из этих мужчин А вы знаете, насколько опасно участвовать в опознании убийцы? Мистер Шонг сказал, что вы указали на номер один Послушайте, я не ребенок У меня своя голова есть, и я не боюсь Не запугивайте ее, вам лучше уйти Я не о вас беспокоюсь Я не о вас беспокоюсь Ей не видно Это он Номер два Джеймс не имел права присылать вас Мисс Янг, вы знаете, что два других свидетеля погибли от несчастного случая Их убрал Грегори Чу Я советую вам изменить показания Здравствуйте, мисс Янг Я слышал, у вас были проблемы с электричеством Вам стоит быть осторожней Понятно Большое спасибо Пока Я мог бы арестовать вас прямо здесь По какому обвинению? Пока еще не решил Тогда Ладно, идите Кто победил? Фаворит Значит, выигрыш наш Я поставил на твою лошадь И зачем ты мне поверил? Его зовут Джон Чэнг Он прошел обучение в Пекине в составе особого подразделения телохранителей Он был лучшим на курсе А я хочу, чтобы у тебя было все самое лучшее Мне не нужен телохранитель Но почему ты не можешь приехать? Мне нужен только ты Ты же знаешь, Мишель Если бы я мог изменить свои планы Я не раз так делал Но сейчас никак не могу Мы уже не раз это обсуждали Ну да Мне все ясно Пока Эй, постой, погоди Погоди Минуточку Как все глупо вышло Черт Разве этому Шонг у нас не хватает? Он даже выписал из Пекина телохранителя Наверное, из Красной Армии Великой Эпохи Социализма Не иначе, чтобы показать нам, как надо работать Ну так и что? Тогда мы с тобой покажем ему, как надо развлекаться Капиталисты и коммунисты Рука об руку Что такое? Парад? Сержант Этот господин говорит, чтобы вы не волновались Он все берет под контроль Привет Чарли Лау Лейтеран Ченк Джон Я телохранитель Послушай, Джон Это твоя военная форма Нет, не по себе Но я же военный А я из полиции Гонконга По последним сведениям Ваше удостоверение Что? Я не ослышался? Нет Ну тогда покажи сначала свое Давай я свое покажу Об этом тебя никто не просил Убери Но у меня же есть Вы Джон Ченк, верно? Приятно познакомиться Дэвид Лай Прошу вас Да Мистер Шонг оставил 200 тысяч долларов Можете тратить сколько угодно для ее охраны Спасибо Пожалуйста, подпишите Слушай, это же целая куча денег Похоже, он крутой парень У него же на шее половина населения земного шара А у нас с тобой всего пара сотен гонконгских бандитов Мистер Шонг Говорил что-нибудь обо мне? Да, конечно И что? Не прикасаться к деньгам Передайте, чтобы не беспокоился Ты что? А разве вам не нужно разрешение трогать мои личные вещи? Простите Но это моя работа Моя работа? Я даже не знаю, кто вы Зато я знаю, кто вы Мишель Янг Младшая дочь окружного судьи Получила образование в частной школе Затем Гарвард Сорбонна Обожаете ходить по магазинам? Да Думаете, это производит впечатление, да? Моя обязанность охранять вас Я буду откровенной Вы такой молодой, такой старательный Это ваше первое задание? Что такое? Он подставной Несместно Спокойно, шутки шутить А пуля к голову Я просто так Просто пошутил Вот это круто Я же говорила тебе, что нельзя класть металлическую банку в микроволновку А то взорвется Мишель И здесь? С тобой все в порядке? Вам помочь, мисс Янг? Что? Да отстаньте от него Он не заряжен Что? Не может быть Да я же нарочно не зарядил Как же нарочно? Это ты украл пули из пистолета, Чарли? Я просто хотел посмотреть, как он работает Пистолеты детям не игрушка Простите Выпейте воды Большое спасибо Не пейте Не воды, ничего другого Пока я вам не разрешу Пока вы мне не разрешите? Да Это Бред какой-то Я позвоню Джеймсу Сержант Лао У скольких людей есть доступ в дом, включая ваш персонал? Один Два Три Простите, я начну сначала Не торопитесь Один Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Это ваше выходное пособие И больше не будет Все отлично Спасибо, сержант Скажите, спасибо ему Он у нас босс Знаете, обращайтесь и еще, если что Я бы сам не отказал Идите Товарищ Чинг Может быть, объясните мне, почему вы уволили всю службу охраны? Чем меньше людей окружает мисс Янг, тем мне проще Великий Корм Чимао говорил, что масса – это бесценная сила Но вы ей цену знаете Нет, я не прошу вас заплатить мне Охранять мисс Янг – моя работа И не пытайтесь меня подкупить У меня тоже есть моральные принципы Ну, ладно, я пошутил Пошутил я И, пожалуйста, держитесь от нее подальше, сержант Ну, этот парень – настоящий профессионал, да? Охренительный профессионал Сейчас я тебе покажу, кто здесь профессионал Я тебя убил на повал Ты чего не падаешь? У тебя же пуль нет Мисс Янг В ванную доступ закрыт Мне нужно срочно провести проверку безопасности Я не открою Что такое? Замок надо сменить Убирайтесь отсюда, иначе я позвоню в полицию Я туда уже звонил Вы что? Мисс Янг, жалюзи всегда должны быть закрытыми Почему? Вы не имеете права На окна надо поставить решетки И не включайте свет Вот так Погодите Это моя личная комната Убирайтесь отсюда Сейчас же Подождите Нечего мне ждать Это моя личная жизнь Этот нагреватель надо срочно заменить Да уйдете вы или нет? Мне надо переодеться Поставьте это на место Это мое Верните все сейчас же Вы слышите? Черт возьми Пользуйтесь этим Это барахло мне не нужно Да убирайте же вы Не лезьте В мою личную жизнь Ваша личная жизнь Меня не касается Я здесь Ради вашей безопасности А в Пекине Вы тоже ставите Женщинам камеры в спальню? Только тем Которых охраняю Все готово Вот электронный амулет Он всегда должен быть с вами Чтобы вызвать меня Нажмете на камень Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают 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 Посмотрим, сможет ли он так же. Это просто невероятно. Не может быть. Не может быть. Подумаешь. Ничего здесь нет невероятного. Он просто кинул дротик, а доска сама себя поймала. Эй, мистер Чинг, я брат Мишель. Что случилось? Я плачу 50 долларов за урок кунг-фу. А есть еще кое-что. Первое издание открыток Dragon Ball. Они стоят не меньше сотни. Мне их подарил мистер Шонг на день рождения. Вот это крутой мужик. Чарли? Ты что делаешь в моей машине? Мне так сказал твой наикрутейший профессионал-телохранитель. Да что он о себе возомнил? Просто невероятно. Приятная прыгука. Внимание. Повеселяемся, телохранитель. Ракета? Астин, Чарли. Ты меня понял? Поезжай через старый туннель. Да-да. Все в порядке. Я буду рядом. Что? Старый туннель. Хитрый ход. В другой раз предупреждаю, ладно? Окей? У тебя проблемы сзади. Ты понял? Он думает, что это Мишель. Он едет за твоей машиной. Прикрой меня сзади. Я все беру на себя. Кажется, с парнем что-то не то. Ты ведь не похож на мою сестру. А ты испугался. Смеешься, что ли? Гляди, что сейчас будет. Спасибо. Стой. Жить надоело? Это вышло случайно. Да? А что если я случайно? Пристрели у тебя на месте. Нет, не надо. Борис, ты смылся оттуда. Я знал, что ты справишься. Моя основная работа – охрана девушки. Ты слишком серьезно к ней относишься. Учись немного расслабляться. Это полицейский может одновременно учиться и работать. А телохранитель всегда на задании. Если он его не выполнит, он уже не телохранитель. Ясно? Я послал за директором. Но это только на две недели? Считайте, это отпуском или отгулами. Я живу как в тюрьме. Из-за него мне дали отпуск на две недели. Мне делают прическу на дому. Я хотела пойти по магазинам, но он все купил сам. Джеймс, у меня нет больше сил. Пусть он отстанет от меня. Успокойся, Мишель, я поговорю с ним. С телохранителем? Да, сэр. Джон, ты можешь быть смешим помягче? Как это, помягче? Для обеспечения безопасности, мисс Янг, я должен оградить круг ее деятельности. Это ненадолго. Я просто должен быть уверен, что она в безопасности. Но если вы недовольны моей работой, я могу уехать. Забудьте про контракт. Не, я доволен, Джон. Я хочу, чтобы ты остался. Мишель иногда просто невыносима, правда? Находиться под охраной нелегко. Зачастую это сильный стресс. Надеюсь, все будет в порядке. Дай мне Мишель. Он хочет поговорить с вами. Ну, ты сказал ему? Честно говоря, я предупредил ему. Мишель, давай так. Если до завтра он мне ослабит контроль, ты мне скажешь, и я пришлю другого. Хорошо. Подожди. А мы увидимся завтра? Завтра? Но мы же договаривались. Завтра. Я собираюсь пойти купить тебе подарок. Что-нибудь красивое? Что? Тебя никогда не бывает дома. У меня уже полный дом подарков. Мне же обидно. А у тебя скоро день рождения. Подумай об этом. Слушай, ты что думаешь, меня можно купить, Джеймс? Ну, ты достал меня. Идем. Где remembers? Ну, ты иди на месте. Давай, давай, пятый, обходи шестого Давай, ну, шестой Ура! Не может быть, ты выиграл Сколько? Куча денег, черт побери Надо было меня слушать, выиграл бы Ты поставил мои деньги на свою лошадь, да? Что? Не веря своим ушам, ты поставил на свою лошадь мои деньги А что мне было с ними делать? Я их и поставил Что? Что ты поставил все мои деньги на своих лошадей? Да Отдавай Ты же знаешь, у меня нет Я плачу все за учебу своего сына, все, до доллара Как ты мог так поступить? Ну-ка, посмотрим, что у меня на счете И черт меня дернул Поставить такую кучу на такую клячу Понял? Понял, что это ли? Да, вы получите деньги еще до конца месяца И даже больше Да-да, они у меня, но на имя жены Я их вложил И весьма выгодно, уверяю вас Кто это? Кто здесь? Что вам надо? Что? Убирайтесь отсюда Я вас убью Простите, простите, я просто взял посмотреть Ну, Виссель Понял, уже ухожу При ней телохранитель из Пекина К ней не подберешься К ней не подберешься Слишком много объяснений, а мне нужны результаты Мы делаем все возможное В четверг меня вызывает суд Все должно быть закончено Билли, готов? Я кое-что для тебя принес Гляди-ка Модель моего пистолета Ух ты Точно как мой Нафига мне тогда мяч? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Куда это вы, мисс Янг? Мне... Мне нужно уехать Тогда я с вами Ладно Ну и как это называется? Вы что думаете? Кен вас будет охранять? Мне надо поехать к маме После смерти папы она совсем одна Она хотела встретиться со мной Это что, преступление навестить мать? Так что ли? Вы слишком хорошо одеты для этого Ваши друзья пригласили вас на день рождения На Мэри Голд Роуд, дом 1 Вы прослушиваете мои телефонные рождения Разговоры? Подслушиваете каждое мое слово? Это моя личная жизнь Никто на свете не имеет права Посягать на мою свободу Даже мой возлюбленный Вам с ним повезло И знаете почему? Иначе бы вас уже не было в живых Помните это Негодяи Ну тогда я тоже скажу Все вы просто тянете из него деньги Если бы не состояние мистера Шонга Стал бы кто-нибудь вас охранять Возможно Но не вы Точно Таким красавицам, как вы на роду Написано иметь богатого дружка Заткнись А ну заткнись Разве я виновата, что красивая? Это не зависит от меня Я такой родилась И мне это нравится Это правда Мне нравится иметь все это Это плохо? Как вы мне все надоели Я хочу быть просто собой Простите меня, мисс Янг Пожалуйста, возьмите Я расплакалась из-за вас Больше этого не будет Мисс Янг После вашего выступления в суде Моя работа будет выполнена Может быть мы еще с вами встретимся Когда-нибудь Вот это вряд ли Ну ладно Поехали что ли? Хорошо Поедем, Билли Что у тебя за манера подкрадываться? Случа не откладываются Грегори Чу серьезно заболел Его положили в больницу О, Господи Джеймс Суд откладывается На неопределенный срок Я больше не могу Возможно на месяц Это все из-за тебя Ты виноват Но я не успею на задание Надеюсь, что он разрешит тебе убраться отсюда Мне срочно надо пройтись по магазинам Но без Джона Ченга Ладно Если вы так хотите Мишель Я купил еще Хочешь перекусить со мной? На, Мишель Яда? Нет Ну-ка, Билли, пойдем Тебе ты у нас телохранитель Смотри, классная сумка, да? Вам нельзя здесь находиться Слишком много людей А вы для чего? Вы же меня охраняете Точно Я просто сказал, что здесь много народу Не волнуйтесь Все под контролем Что такое? Наверное, это сверху упало Правда? Я тоже об этом подумал Ну так иди проверь Эй, Мишель, я пойду в салон видеоигр, ладно? Хорошо Выиграй себе приз Ладно, я пошел туда, а ты будь здесь Нет, нет Не шевелись, Билли В чем дело? Вот в чем Ты что, самый крутой? Хотите, покажу настоящий полицейский пистолет? Ладно, брось трепаться Мисс Янг Мисс Янг Лифт свободен Извините Не знаю, о чем разговаривать в лифте Забег номер один Номер семь Номер семь Номер один Нет, не забег один Номер один А забег Один номер семь И забег Семь номер один Номер один А забег один Номер семь И забег семь Номер один Повторить? У тебя пистолет упал Он лежал на полу Понял? Ну-ка дай я Положу его на место Спасибо большое Первый забег начался Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Спокойно Кен, позаботься, чтобы не трогали тело Пошли Девушки отдыхают Это была неудачная затея, быстро Идем, идем Быстро Нет, Поли, не надо Он заряжен, правда Сейчас кому-то достанется Нет, Поли Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Кеню, держи! Кеню, держи! КОНЕЦ КОНЕЦ Полиция! Всем речь на пол! Стой! КОНЕЦ КОНЕЦ Вой пистолет! Твой пистолет. Это игрушечный. Чарли, скажи что-нибудь. Уезжай, уезжай. Чарли, ты не умрёшь? Да перестань, Билли, не умру. Я же в бронжилете. Так ты не умрёшь? Нет. Прости меня. Спасибо. Пожалуйста. Почему ты плачешь? Простите меня. За то, что взял пистолет? Или за что-то ещё? Когда-то я знал мальчика по имени Итанг. Он учился в храме Шаолинь. Когда ему было 9 лет, ему дали нового наставника. Наставник прощал ему любые проступки, даже самые серьёзные, до тех пор, пока мальчик говорил ему, простите меня. Вместо наказания наставник просил Итанга всегда просить прощения, чтобы он не совершил. Итанг очень хорошо научился просить прощения. Однажды он играл с горящими свечками в храме сияющих вод. Он уронил одну из них, а когда спохватился, то понял, что не может справиться с огнём. И он убежал так далеко, как только мог. Но затем что-то его остановило. И мальчик вернулся в надежде, что у него будет шанс извиниться перед своим мудрым учителем. Он был уверен, что этими словами можно всё исправить. Но услышать их было, увы, некому. Огонь позаботился об этом. Его наставник погиб в горящем храме, а мальчик с тех пор перестал говорить, простите меня. Подожди, Джон Ченг. Или твоё имя Итанг? Итанг. Ты рассказывал, как мальчик учился просить прощения. Пора ещё кое-кому научиться этому. Прости меня. Городской морг. Отпусти, больно? Чего тебе надо? Чего ты хочешь? Где тело? Оно вон там, на той полке. Вы не можете забрать тело? Это противозаконно? Нет, нет. Погодите. Бери. Это тебе за молчание. Нет, нет! Вы не можете забрать! Девушки отдыхают. 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 Это государственная тайна. Сверхсекретная. У тебя сильные руки. Да, может быть. Держи меня крепко. Ты ведь меня не уронишь, да? А то я могу промокнуть. Я люблю гулять под дождем. А ты? Это он. Что такое? Что он там делает? Чарли! За мной! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ух! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА От меня не скрыться. Это лишь вопрос времени. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Пули непробиваемые стекла во всем доме. Слушай, мне это действует на нервы. Без этого что, не обойтись? Да, это важно. Убийца знает дом, и он знает нас. Я скажу, чтобы Кен этим занялся. Завтра день рождения Мишель. Давай сделаем ей сюрприз. Надо устроить ей праздник. Спасибо. Проверено, да? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА У меня кое-что есть для тебя. Ну как, что скажешь? Что ты думаешь? Мне нравится. Спасибо. Да. Это я. Кажется, я нашел нового телохранителя. Минутку. Джон. Это Джеймс. Он думает, что мне нужен новый телохранитель. Нет, пусть будет этот. Пока. Погоди. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Погоди. Продолжение следует... С днём рождения! Спасибо. Всё просто чудесно. Что надо сказать, чтобы стало ещё лучше? Она любит цветы на день рождения. Но что происходит с цветком, когда его срезают? Его лишают жизни. Сегодня же день рождения. Загадывай желание. Ладно. С днём рождения. Это тебе. Спасибо. Я люблю розы. Надеюсь, тебе понравится цвет. Теперь это кучка безжизненных тел. По крайней мере, так говорит Джон. Дух, поставлю их в вазу. Хорошо? Не двигаться! Что это? Это просто цветы. Да? От мистера Шонга, да? Да. Ладно, извини. Ну хватит, я уже чистый. Цветы от мистера Шонга. Ну-ка, дай-ка их сюда. Своим цветам не выпала такая честь. А пойдусь. Алло. С днём рождения. Спасибо за цветы. Как насчёт ужина в ресторане? В ресторане? Когда? Сегодня. Нет, это, наверное, сложно. Не для меня. Я приехал для этого из Пекина, машина у дома. Где ты? Не может быть. Стой, ты, наверное, разыгрываешь меня, Джеймс. Выгляни в окно. Привет, Джеймс. Почему бы тебе не надеть что-нибудь нарядное? Уже надеваю. Встретимся через 20 минут. Пока. Мистер Шонг. Когда вы заказали столик? Вчера. Кто-нибудь знает, что вы будете ужинать здесь с мисс Янг? Вы не доверяете мне? Он не это имел в виду. Джон просто проверяет, безопасно ли мне быть здесь. Похоже, у вас полное взаимопонимание. За тебя. Погодите. Пожалуйста. Сначала вы. Я? Пожалуйста. Спасибо. Все в порядке. Извините. Вы предусматриваете все? Да. Он просто молодец. И не допускает ошибок? Нет. Никогда. Иначе он бы мне не потребовался. Да, ты стал экспертом. Пожалуйста, мэм. Шеф-повар прекрасно готовит желе из морепродуктов. Хочешь попробовать? Даже не знаю. Может быть, лосось? Я еще посмотрю. Мишель? Тут столько всего. Выбери ты. Мишель. Пожалуйста. Мишель. Мишель. Выбери ты. Мишель. 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 Мне. Ну, как тебе ужин? Чудесно. Большое спасибо. Шампанского? Нет, спасибо. Мне нужно в дамскую комнату. Мишлянг? Спасибо. Позвольте мне. Джон, она просто упала. Помоги нам. Ваш друг настоящий джентльмен. Да-да, спасибо. Я всё. Ну, пошли домой? Билли, пожалуйста, будь вежлив с Джеймсом. Может быть, Билли не нравятся такие рестораны? Мишель, а мне сегодня надо вернуться в Пекин. Я не смогу отвезти тебя. Ничего. Я вернусь домой в пятницу. Хорошо. Джон, твоё задание подходит к концу. Спасибо за отличную работу. Пожалуйста. 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 Субтитры подогнал «Симон»! 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 На вечерний обход? Ты что-то хотела? Сюрприз. Правда? Это мне? Дай-ка помогу. Они автоматические, сверхнадёжные, как ты. Отлично? Да, отлично. Спокойной ночи. Да, спокойной ночи. Я хочу увидеться с тобой, когда всё закончится. Это вряд ли. Кто знает. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Мишель, что случилось? Я нажала на кнопку «Случайно». Ничего Джон Я хочу тебе кое-что сказать Я знаю, что это неправильно Но я люблю тебя Значит, ты не хочешь поцеловать меня? Я? Я Я не знаю, чего я хочу Я знаю Я знаю Я знаю Субтитры сделал DimaTorzok Что случилось? Ничего, а что? Я же вижу, ты ешь всю ночь Если у меня что-то случается, я дымлю как паровоз А что тебя беспокоит? Да, так, полно проблем Мой сын хочет изучать медицину в Штатах А у меня нет денег, чтобы за это платить Я даже проиграл деньги Кена Думал так собрать денег Слушай, а ты, наверное, получаешь кучу денег за свою работу Похож на то Я думал, что ты любишь свою работу Было бы больше денег, любил бы Зачем же ты пошел в полицию? Хотел стать героем и стал полицейским Первый год я предотвратил ограбление банка Освободил четырех заложников и застрелил на летчика на месте преступления Ты стал героем, да? Да, черт возьми Даже получил медаль Когда-то я и познакомился со своей женой Вот Гляди Это еще до развода До того, как я все испортил Парень Я тратил столько времени, чтобы подтвердить свою репутацию, что на жену совсем не было времени И она нашла кого-то, у кого было время, так? Точно, нашла Какого-то парня с шикарным офисом и кучей денег Где мне с ним тягаться? С моей-то зарплатой Я не думал, что ей нужно больше внимания и сказал Или я, или он Она выбрала шикарный офис Почему ты не объяснился с ней? У меня принцип С женщинами нечего сюсюкать Я был слишком занят тем, чтобы Быть героем Это мне напоминает И того же поля ягода Ты же знаешь Удача сейчас есть, а не поймал, и все Как ты думаешь, много ли таким, как мы бы подает шансов быть счастливыми? Все кунг-фу и миринь что, когда дело касается женщины Но одно могу сказать Не упусти свой шанс с ней А то потом пожалеешь Пожалеешь? Как же мой долг? Конечно, это было бы хорошо, но... Спорим, лучше ничего и быть не может Но если не попробуешь, так и не узнаешь Это она Она тебя зовет Это Пейджер Заела Это тебя заела, а не Пейджер Иди к ней прямо сейчас, понял? Пейджер 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 Поехали! 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 Чарли, возьми эти деньги. Бери и поставь все на номера 3 и 6. Ты что, Кен? Ты же знаешь, я не могу. Бери. Это для твоего сына. Если бы я мог, сам бы поставил. Ты отличный парень, Кен. Нет. Нет. Я на днях украл твою фотографию. Ты можешь оставить автограф? Или, может быть, отпечаток губ? Нет. Кен! А ну выходите, трусы! Билли! Джон! О, господи! Скорей! 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 КОНЕЦ КОНЕЦ Стойте! Комната наполняется газом. Стекла пуленепробиваемые. Двери заперты. Один выстрел, и нам всем конец. Меня это не пугает. Ты готов, телохранитель? Для меня всю жизнь сражение. Сражение! Так вот, как ты это называешь? Нет, это твоя казнь. И твоя тоже. Ты убил моего лучшего друга. Твоего лучшего друга? О чем это ты? Он убил моего брата. И за это ты будешь долго мучиться, а потом ты умрешь. 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 Только одному из нас суждено выжить после этого. Меня научили нападать. Я убийца. А ты всего лишь защитник. Умрю. 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 Рaucен. Поехали! 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 Джон! Детка, это я. Стойте. Мишель, отпустите ее. Я заплату в три раза больше, чем Чуб. Проваливай отсюда. Вон туда. Пошел. Пошел отсюда. Ты всадил моего брата, Симпуль. Да. Теперь моя очередь это сделать. Семь выстрелов. Послушайте, я миллионер. Сколько вам надо? Я думаю, деньги здесь бессильны. Они не имеют значения. Если только вы не заплатите кому-то, кто примет на себя первую пулю. Ну же. Прими пулю, и ты спасешь девушку. И она будет любить тебя вечно. Стойте. Что ты на это скажешь, а? Молодец. Я знал, что ты так поступишь. Мишель. Джон. Вот все и кончено. Разве ты не готов к смерти? Нет, Джон, нет. Нет. О, боже мой. Ну что ж. Тогда еще одна пуля. Нет. Нет, умоляю. Нет. Дядя Чарли. Все в порядке. О, боже мой. О, боже мой. О, боже мой. Мистер Шонг, Джона Ченга обучали принимать на себя пули. Вами же руководил инстинкт самосохранения, и вам не за что винить себя. Это от товарища Ченга для сержанта Лао. Давай быстрее. Потом мы опоздали. Вы могли бы получить разрешение для Ченга остаться в Гонконге. С вашими средствами это можно устроить. Чарли, пусть это останется между нами. Это на учебу твоего сына. Не играй больше на скачках, ладно? Какие уж тут игры. Джон, подожди. Остановитесь. Подожди. У меня разрешение. К пограничнику. У меня письменное разрешение для мистера Ченга остаться в Гонконге. Мистер Ченг хочет вернуться в Пекин. Он передал тебе это. Он не вернется. Он не вернется. Он не вернется. Он не вернется. Джон! 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...